МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 2020-й принёс стране немало законодательных изменений. Новый трудовой кодекс, зарплаты бюджетникам по-новому увеличились. Минималка и базовая величина, а также пенсионный возраст. Но и это ещё не всё. Сегодня в студии на «Пушки на 8» в компании экспертов и гостей обсудим основные нововведения, а также расскажем о том, как развивается региональный рынок труда. Это главная тема. Мы начинаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, гости программы. Председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облсполкома Пётр Шудько. Пётр Леонидович, добрый день. АПЛОДИСМЕНТЫ Начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области Владимир Дзивойна. Здравствуйте, Владимир Васильевич. АПЛОДИСМЕНТЫ Главный правовой инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов Екатерина Филипцова. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день. Располагайтесь. И начальник отдела предпринимательства Комитета экономики Гомельского облсполкома Марина Кривунь. Марина Михайловна, рад видеть. Добрый день. Располагайтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, начнем, как мне кажется, с основы обновленный Трудовой кодекс. Какие нововведения казались наиболее обсуждаемы населением? Петр Леонидович Екатерина Александровна. Изменения коснулись порядка 200 статей Трудового кодекса. Но из тех, которые коснутся наиболее, наверное, всех и присутствующих, и работников нашей области. В первую очередь, это заключение контрактов. Потому что изменяется порядок заключения, а также продление. Например, с работниками, которые добросовестно исполняют свои обязанности, не имеют нарушений трудовой дисциплины, наниматель будет обязан заключать контракты на максимальный срок. Про это еще более детально поговорим чуть позже. Да, а также появилась новая статья в кодексе, регламентирующая дистанционный труд. Особенно это актуально для нанимателей и работников, которые работают в IT-сфере. Выгодно для нанимателей тем, что им не требуется создавать рабочие места, снимать офисы. А они в существующих условиях, там, где есть доступ, могут уже организовывать рабочие места и работать. Изменения коснулись молодежи призывного возраста. Сейчас для молодых специалистов, которые призваны на военную службу, будет сохраняться рабочее место согласно новому нововведениям при возвращении из рядов вооруженных сил. Они будут иметь право занять то рабочее место, которое занимали до призыва. Также изменения коснулись матерей, воспитывающих детей до трех лет. В частности, внесены изменения в части права нанимателя, но, опять же, только с согласия этой матери, привлекать их для работы в ночные смены, в праздничные дни, в выходные дни, направлять в командировки. Но хочу подчеркнуть, что это только с согласия работника. Хочу добавить немножко то, что касается именно нас, как профсоюзных юристов, то, с чем к нам люди приходят, и то, что больше интересовало людей в изменениях, это, безусловно, материальная ответственность. Это изменение подходов к материальной ответственности работников, работающих на контрактах, возможность применить к ним ограниченную материальную ответственность. Ну и, безусловно, самое обсуждаемое среди тех граждан, которые к нам обращались, это изменение подхода к взысканию с работников штрафов, которые налагаются на нанимателя. В настоящее время есть такая возможность по взысканию данного штрафа. Обновленный трудовой кодекс лишает нанимателя этой возможности, и с работника такие санкции взыскиваться не будут. Среди нововведений так называемый отцовский отпуск. Вот интересно, наверняка уже общались с жителями региона, как население восприняло такую новую возможность? Ну да, это новая статья и новая возможность, как вы сказали, хотя в ряде стран мира эта возможность используется уже давно. Даже в некоторых странах родители между собой делят часть отпуска, часть мама, часть отец, что помогает больше привлечь и отца к воспитанию ребенка и сплотить семью. Вот появилась и такая новация. Две недели, правда, без оплаты, но зато гарантированно. Да, по ходатайству работника наниматель в первые полгода после рождения ребенка обязан предоставить неоплачиваемый трудовой отпуск для ухода за ребенком. Причем оба родителя могут одновременно ухаживать за ребенком. Локальные нормативные акты предприятия и организации по мере возможности могут предусматривать и другие гарантии, но... С возможной оплатой. Да. Но это уже зависит, конечно, от финансового состояния самого предприятия по понятным причинам. Новый документ предусматривает и такое понятие, как одинокий родитель. Я понимаю, что именно введение этой позиции в законе позволит расширить права малозащищенных, наверное, да, в первую очередь? Да, в этом плане в настоящее время, я считаю, родители мужчины несколько ущемлены в своих правах. Потому что не секрет, что у нас достаточно семьи, в которых один из родителей, который занимается воспитанием ребенка, отец. Вот изменения, которые внесены, они призваны устранить этот дисбаланс. И, соответственно, сейчас и мать, и отец, а также приемные родители, либо другие родители, которые в силу каких-то обстоятельств оказались одни и воспитывают ребенка, одни будут иметь статус одинокого родителя. И, соответственно, на них будут распространяться все гарантии, которые ранее распространялись на матерей, воспитывающих детей. Двигаемся дальше. Новый подход к заключению контрактов. Какие задачи призваны решить эта поправка в кодекс? Александр, вот именно вот это изменение по контрактам, это то изменение, которое было внесено по инициативе Федерации профсоюза Беларуси уже на последнем этапе подготовки документа. И профсоюзы именно настаивали на том, что добросовестный работник должен иметь возможность продолжать трудовые отношения. И, безусловно, новый трудовой кодекс дает работнику такую возможность. Но не стоит забывать о том, что свобода заключения контракта, то есть свобода как нанимателя, так и работника принять решение о продолжении трудовых отношений, она трудовым кодексом сохраняется. А вот если уже стороны пришли к соглашению продлить трудовые отношения на условиях ранее заключенного контракта, то здесь наниматель уже обязан предложить работнику продление до максимального срока. То есть, если возьмем пример, когда наниматель вновь принятого работника заключает с ним контракт на один год, подходит срок окончания контракта, работник не допускал нарушений трудовой, исполнительской, производственно-технологической дисциплины. Вот именно такому работнику, если наниматель решил продлить трудовые отношения, обязан предложить продление контракта на 4 года. И работник, в свою очередь, также имеет право выразить свою волю. Либо он соглашается на продление контракта до максимального срока, либо предлагает нанимателю заключить на иной срок контракт. И я хочу сказать, что, проводя мониторинги применения контрактной формы найма, можно сказать, что некоторые работники не спешат себя связывать длительными трудовыми отношениями. Хотя часто, наверное, это и требуют. А вот если уже подошел к истечению максимального срока контракта, наниматель предлагает работнику, опять же, тому, который себя зарекомендовал как добросовестный, не допускал нарушений на 3 года. Вообще, справедливости ради, при разработке законопроекта Федерация профсоюзов внесла около 40 изменений в шлифовку около 30 позиций. Задача была сделать закон максимально приближенным к современной жизни белорусов? Да, все верно. Меняется мир, меняются трудовые отношения, двигается время вперед. И тот трудовой кодекс, который был и есть в настоящий момент, осталась ему неделя действовать, он не совсем отвечает тем потребностям, с которым сталкиваются сейчас и наниматели, и работники. Плюс ко всему необходимо было сбалансировать трудовой кодекс и различные нормативные акты, которые регулировали трудовые отношения, чтобы мы, взяв и мы, как специалисты, юристы, и руководитель, и работник, взяв один документ, мог узнать все, что ему требуется. Голос жителей региона, в частности профсоюзного актива, был ли услышан при формировании этого серьезного документа? Ну, в общем, в формировании этого документа профсоюзы участвовали более двух лет, подавая предложения в план законопроектов. И да, ряд наших предложений, которые мы с моими коллегами, присутствующими здесь в студии, вносили, ряд был учтен. Потому как, сталкиваясь с правоприменительной практикой, участвуя в судах и видя те проблемы, которые не разрешены, там, где есть социальная несправедливость по отношению к одной категории работников в сравнении с другой. Ну вот, в частности, я уже затрагивала, это возможность применения ограниченной материальной ответственности к тем работникам, которые работают на контрактах. У нас был достаточно длительный судебный процесс и получилась несправедливая ситуация, когда те работники, которые работали на трудовых договорах, они смогли воспользоваться данной гарантией коллективного договора. А те, кто работал на контрактах в соответствии с действующим законодательством, были вовлечены в этот длительный процесс и по итогу выплачивали денежные суммы. Ну и Петр Леонидович также затрагивал, это молодые специалисты, которые уходят на срочную военную службу, либо уходят на альтернативную службу. Такие к нам тоже обращались и вот одно из предложений, которое мы подавали, да, что все-таки за ними должно сохраняться рабочее место, чтобы они могли вернуться, могли реализовать те навыки, которые они получили в учреждениях, образованиях и практически опыт приобрели. Рубин Андрей Владимирович, ну вот хотелось бы затронуть еще такое интересное изменение в трудовой кодексе, но касается молодых семей. Тоже было предложено Федерацией профсоюзов Беларуси и было принято в процессе обсуждения трудового кодекса в части предоставления социальных отпусков. То есть раньше социальный отпуск у нас предоставлялся только матери ребенка, сейчас вот в редакции нового трудового кодекса предусмотрен еще социальный отпуск для отца ребенка. То есть по желанию отца ребенка в течение двух недель ему может предоставлен тоже быть социальный отпуск по уходу за ребенком. То есть это вот налицо поддержка молодых семей вот в нашей стране. Мы частично об этом уже говорили, но вот если бы у вас была возможность воспользоваться этими двумя неделями... Не сомневаюсь, воспользовался бы такой возможностью, то есть использовал бы ее в полной мере. Слава Наталья Валентиновна, председатель Центральной района и города Гомеля, Организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки. С точки зрения председателя РАКОМа хочу отметить такую статью, как 367-я. Это о сроках действия коллективного договора. Если ранее мы заключали коллективный договор на три года и потом наниматель совместно с профсоюзной организацией должен был его перезаключать, то теперь мы имеем возможность этот коллективный договор продлить еще на три года. Хочу сказать, что у нас в образовании коллективные договоры очень хорошие и все нормы генерального и иных соглашений внесены в наши коллективные договоры. Поэтому, может быть, нет необходимости каждые три года целиком и полностью пересматривать этот коллективный договор, а действовать пользоваться тем, который был уже заключен в раннем. Но мы двигаемся дальше. С 1 января 2020-го изменились и подходы к оплате труда бюджетников. А если точнее, изменилась сама структура заработной платы? Да. Существующая структура, которая была до 1 января, она была сложная, потому что регламентировали множество нормативных актов и постановлений. Их больше 230. И иногда даже специалисту квалифицированному было сложно разобраться в этой системе. Потому вот те предложения, которые внесены и уже вступили в силу, они направлены в первую очередь на то, чтобы упростить эту систему, сделать ее более прозрачной и эффективной. Для того, чтобы была действенная система стимулирования за труд. И в то же время человек мог реализовать свои трудовые возможности. Следует отметить, что переход на новую систему не предусматривал повышение заработной платы и не преследовал эту цель. В то же время в пункте 12 указа говорено, что зарплата не должна быть менее, чем та, которую работники получали в 2019 году. Это основоблагающий принцип. И соответственно от этого ни один руководитель не должен отойти. В 2020 расширились возможности для предоставления материнского капитала. Буквально вот тезисно, чтобы было понятно, что нужно знать семьям. Ну, во-первых, надо сказать, что программа семейного капитала, она работала уже 5 лет. И за этот период ею воспользовались более 13 тысяч семей в области. Соответственно, когда была проанализирована эта система, было принято решение еще на 5 лет продлить программу. Но самое важное то, что она не только продлена, но и существенно изменена, причем в лучшую сторону. Ну, во-первых, помимо назначения семейного капитала, изменился размер, он увеличен. С 1 января он составляет 22,5 тысячи. Если пересчитать эквиваленте, то это больше, чем в прошлом году. Во-вторых, разрешено использование семейного капитала, не дожидаясь 18 лет, ребенку, в связи с рождением которого он назначался. Определены цели для использования. В первую очередь, это коснется молодых семей, которые строятся, состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, строятся, либо уже построили с государственной поддержкой. И эти средства они могут направить как на погашение уже имеющихся кредитов, так и использовать на строительство, реконструкцию зданий, которые они в будущем будут жить. Второе направление, которое также существенно расширено, это медицинское направление. Хочу акцентировать внимание, что уже даже можно использовать средства семейного капитала на стоматологические услуги. Ну и третье направление, по которому также было обращение, и эти обращения были услышаны, это получение образовательных услуг первой ступени образования, а также среднеспециального образования. Двигаемся дальше. Региональный рынок труда. Вот статистика в тему разговора, достаточно интересная, которую хотел бы обсудить. Около 1200 безработных и 11 тысяч вакансий. Как бы вы прокомментировали эти данные? Ну да. В прошлом году ситуация на рынке труда оставалась стабильным и характеризовалась уменьшением количества обращений за содействием в трудоустройстве и увеличением количества вакансий, заявленных нанимателями. В то же время нашей службой оказано содействие в трудоустройстве более чем 23 тысячам граждан. Из проблем, которые существуют на рынке труда, хотел бы обратить внимание, что существует дисбаланс спроса и предложения. То есть нанимателю требуются одни специалисты, а соискатели хотят видеть себя в другой профессии. Практически 10 предложений на одного, возвращаясь к статистике ранее озвученной. Да, на одного зарегистрированного безработного у нас на сегодняшний день 10 вакансий. Но следует сказать, что наиболее востребованные, если брать рабочие специальности, это водитель, тракторист, повар, продавец. Если брать служащих, то это врач, медсестра, работник ветеринарной службы, зоотехник. На рынке таких специалистов, по крайней мере, зарегистрированных недостаточно. И буквально коротко, подводя черту в этом блоке разговора, как бы тем, кто так и не подобрал себе достойный вариант, особенно если тебе 40+, переподготовка лучше выход из ситуации? Ну здесь переподготовка это один из выходов из ситуации, потому что в любом случае, приобретая новую профессию и расширяя свои трудовые навыки и возможности, человек становится более конкурентоспособным на рынке труда. Потому что сейчас даже наниматель в лице рабочего по обслуживанию зданий, сооружений, он хочет видеть и электрика, и сантехника, и столера, и плотника, и маляра, и штукатура. Потому что человек получает дополнительную профессию, даже если он не сможет трудоустроиться в течение первых месяца-двух, в любом случае это ему пригодится в будущем и поможет более уверенно чувствовать себя на рынке труда в будущем. Тем более, что содействие в этом плане вы тоже оказываете, я говорю сейчас, переподготовку. В прошлом году мы более тысячи соискателям работы оказали помощь в переобучении и получении дополнительной специальности. Надо отметить, что в период обучения студент получает еще и стипендию при выполнении учебных заданий. И соответственно, надо отметить, что два из трех получили гарантированное рабочее место. То есть подготовка велась под заказ нанимателя, по трехстороннему договору. Владимир Васильевич, подключайтесь к разговору. А вот и еще хороший вариант для тех, кто действительно хочет работать на себя. Я про самозанятость. Сандр, действительно, тема сегодняшнего эфира актуальна. Трудоустройство, в том числе и самозанятость. То есть главой государства в 2017 году, в четвертом квартале, было подписано ряд нормативных документов, которые позволили, в принципе, на рынке трудоустройства сделать определенные шаги для того, чтобы каждый гражданин имел возможность найти себя и, самое главное, получить доходы. Это первое. А второе, это, как ни странно, создавши эту нормативную базу, государство тоже получило доходы в виде налогов. И вот три направления. Это физические лица, которые осуществляют деятельность по заявительному принципу, без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Это физические лица, которые могут осуществлять ремесленную виду деятельности. И квартиросдатчики. Вот по этим трем направлениям, в принципе, по численному составу, область в 2019 году к уровню 2018 добавила 3600 человек, которые, скажем так, получали доходы, имея то право, которое предоставило им законодательство. Физическое лицо обращается в налоговую инспекцию. Не надо ему теперь обращаться в исполком за регистрацией. Обратился в налоговую инспекцию, указал свой вид деятельности из разрешенного 31 вида деятельности, заплатил налог и, соответственно, осуществляет деятельность. Не надо ни представлять налоговую декларацию, ни иметь кассовых аппаратов, ни регистрироваться, как я сказал, субъектам предпринимательской деятельности. И самое главное, что налоговая нагрузка-то минимальная, да? То есть люди вышли из тени. Александр, да, вы совершенно правы. Для субъектов хозяйствования она немножко выше. Для физических лиц, которые впервые начинают свою деятельность, она немножко ниже. В целом, по трем видам деятельности, которые я назвал, это 27 800 физических лиц, они получили дополнительные для себя доходы, да? А государство за это время получило 4,1 миллиона рублей налогов в бюджет, которые, соответственно, пустят на социальные нужды. Здесь хочу тоже, считаю, необходимым отметить ту работу, которую проводят индивидуальные предприниматели. И хочу им сказать большое спасибо за то, что они, руководствуясь 222-м указом главы государства, к своей деятельности привлекают наемных работников. За 2019 год больше 880 индивидуальных предпринимателей стало привлекать к своей деятельности наемных работников. Сегодня их число достигает порядка 7 тысяч предпринимателей, которые привлекают к своей деятельности больше 11 тысяч физических лиц. И вот это тоже, эти созданные дополнительные рабочие места, это, опять же, соблюдение вот того трудового законодательства, вот того блока льгот и гарантий, которые получают граждане, уже осуществляя деятельности у какого-то нанимателя. И тоже здесь мы видим уплату подоходного налога этой категории платильщиков. Мне подсказывают есть дополнение в тему разговора, предлагаю выслушать. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Наталья Решетник, я ремесленник. И хотела бы добавить, что работая уже более трех лет в ремесленной деятельности, я могу сказать еще такой момент, что, общаясь с своими коллегами из России, четко прослеживается то, что забота нашего государства гораздо ярче выражена и видна. Мы не сдаем налоговые декларации, не нужен вот этот вот вести учет, собирать документы и полную бухгалтерию, в отличие от тех ремесленников, которые работают в России. У них это отчетность раз в квартал, и они приравнены к индивидуальным предпринимателям. В то же время, возможности ремесленников расширены в том плане, что если у тебя очень хорошо это получается, ты можешь перейти уже в статус индивидуального предпринимателя, а в дальнейшем может открыть какую-то фирму. Есть примеры таких ребят, которые переросли за это время из ремесленников в индивидуального предпринимателя и расширили свои доходы и, соответственно, уплату налогов. И начали еще нанимать других ремесленников к себе на работу. Поэтому тот старт, который дается вот этой возможностью, это просто колоссальный. Не каждый может сразу изначально иметь какой-то стартовый капитал для того, чтобы его вложить и начать свое дело. А начать стать ремесленником, заплатив одну базовую, в принципе, может каждый, у кого есть талант, желание и стремление. То есть, другими словами, развитие законодательства в том числе дал толчок развитию и ремесленной деятельности в стране? И ремесленной, и предпринимательской, потому что у ремесленника, еще раз повторюсь, есть возможность перейти в другой статус. Спасибо. Успехов. Здравствуйте. Я Кристина Злобина, физлицо. Занимаюсь маникюром, педикюром на дому. Узнала об этом случайно от знакомой, будучи в декретном. Я по профессии парикмахер, мастер по маникюрам. Так как маленькие дети, все-таки хочется им больше уделять внимания, ну и работать тоже как бы хочется и зарабатывать деньги. Поэтому пошла в налоговую, узнала все, мне все рассказали, предоставили, ОНП присвоили, сказали, как оплачивать. Все. Я довольно счастливая поехала домой, занимаясь своим любимым делом. Очень благодарна, что есть такое, что не обязательно открывать ЭП, как раньше было, чтобы заниматься. Но в будущем надеюсь, что вырасту и открою свой салон. Спасибо. Успехов вам. Последнее время особенно заметно, да и примеры в студии об этом тоже говорят. Ваше ведомство и коллеги в целом стараются сместить акцент с контрольной функции на доверительное взаимодействие с плательщиками. Что может говорить об эффективности вот этой позиции и деятельности? Вы знаете, я думаю, что в любом государстве в мире всегда рады тем налогоплательщикам, которые добросовестно исполняют свои обязанности по формированию бюджета. Сегодня, опять же, используя такую возможность, хочу поблагодарить наших налогоплательщиков, которые за 2019 год не имели проблем, ну, так вот скажу, по неуплате платежей в бюджет. Если назвать о контрольной цифре, сегодня 97% это добровольное поступление платежей в бюджет. Один из восьми принципов налогообложения в Республике Беларусь – это презумпция добросовестности. У нас платящих всегда считается с момента его регистрации, его деятельности считается добросовестным, если в каких-то контрольных мероприятиях не будет установлено иное. Что важно? Вот созданная система сегодня, те современные технологии, которые за последние 4 года получили налоговые органы, нам позволяют, не выходя к платежщикам, проводить контрольные мероприятия. И они носят название камеральных проверок. Лишь какая-то короткая, небольшая часть информации, которой у нас нет, мы можем запросить. Все остальные выводы делаем на основании того, на тех баз информационных ресурсов, что у нас есть. И вот здесь нет цели наказать само юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, физическое лицо. Сперва мы по результатам камерального контроля, мы ему направляем уведомления и говорим о своей точке зрения, что мы видим. Если он с этим соглашается, он подает уточненные налоговые декларации, уплачивает платежи в бюджет, и никаких административных штрафов экономических санкций к нему не применяется. Вот это, я считаю, высокая такая степень доверия между контролирующими органами и, соответственно, налогоплательщикам. Ну, если уже нет результата от камеральной проверки, от проведения мониторингов, тогда, да, проводим плановые проверки. Но на что хотелось бы обратить внимание, за последние пять лет их количество уменьшилось в 20 раз. Марина Михайловна, подключайтесь к разговору. Сегодня то и дело мы говорим о развитии законодательства. Как эти шаги государства оценивают представителей бизнеса? Ну, я могу сказать в цифрах, наверное, так как экономист. На сегодняшний день число субъектов малого и среднего бизнеса в области увеличивается. Еще несколько лет назад говорили о том, что сокращается количество индивидуальных предпринимателей. Так вот, по итогам текущего года почти полторы тысячи прирост составил. При этом более четырех тысяч граждан зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. То есть надо понимать, что одновременно идет увеличение лиц, которые занимаются индивидуальной деятельностью без регистрации. Но многие считают, что хотят свой бизнес расширить. Почему расширить? Потому что физическое лицо, которое работает без регистрации, но с уплатой в налогах, к сожалению, не может сотрудничать с юридическими лицами. То есть там идет оказание услуг только населению, нам с вами. А если ты уже хочешь работать чуть-чуть больше, продавать свою продукцию более широкому спектру, там уже прямая дорога в индивидуальные предприниматели. И люди, которые попробовали за год, что это все не так страшно, с удовольствием регистрируются и работают. О каких сферах преимущественно идет речь, когда говорим о развитии малого бизнеса? Ну, мы буквально недавно проводили анализ для вновь созданных предприятий. Мы брали срез последние три года. Так вот, юридические лица в основном это 30% сфера торговли, порядка 20% это сфера производства, транспорт, строительство. У индивидуальных предпринимателей около 45% это торговля, 15% это транспорт, остальное это услуги, строительство. Небольшая ремарка, да? Еще один нормативный документ, 345 указа главы государства, он позволил именно бизнесу прийти в сельскую местность. И вот что хотелось бы сказать, вот это количество увеличенного числа предпринимателей, оно не прошло именно по нашим большим городам, областям. Оно, соответственно, адекватно и где-то в небольших районных центрах. И вот эта вот норма 345 указа позволяет бизнесу приходить вот туда с наименьшей налоговой нагрузкой, но и с созданием рабочих мест. Да, безусловно, вот из 693 новых предприятий, зарегистрированные в прошлом году, порядка 200 зарегистрировалось в малых городах, я говорю только о юридических лицах. То есть третья часть фактически работает в малых городах и на селе, и действительно нормативно-правовые акты, которые были приняты в конце 2017 года, очень хорошо себя показали. То есть это и новые рабочие места, и заработная плата, и развитие в том числе небольших населенных пунктов, то, о чем мы говорили. Да, государство предоставляет льготы, но еще и получает возможность развития. И расширение рынка труда. Я бы хотела отметить, мы говорили про ремесленников. Буквально в конце года проведен конкурс, национальный конкурс «Лучший предприниматель года». В номинации «Успешный старт» победителем от Гомельской области стало предприятие «Хуйницкие ремесла». Казалось бы, достаточно небольшой населенный пункт, достаточно высокая заработная плата. И когда я увидела продукцию, я действительно была восхищена. Это фактически из ничего экспортный продукт, экспортная выручка, занятость и достойная заработная плата. Я так и чувствую, что зрители по ту сторону экрана в продолжение тему скажут. Ну а как же, для развития бизнеса нужен стартовый капитал? Петр Ленич, какие субсидии, на каких основах сегодня готово государство предоставить для развития своего дела гражданам? Да, у нашей службы есть определенный ресурс для оказания поддержки по открытию предпринимательского дела. В прошлом году этой поддержкой воспользовались 390 человек, которые впоследствии открыли предпринимательское дело и были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Я понимаю, что желающих, возможно, было бы и больше, но все-таки и у вас свои критерии? Ну здесь нельзя так сказать, что мы любому человеку можем предоставить эти средства, потому что средства и немаленькие. И государственная, и ответственность должна быть. Это сумма в городской местности около 2,5 тысяч, в сельской местности это около 3,5 тысяч. Средства, которые можно направить на приобретение расходных материалов, инструмента, оборудования, ну можно так сказать, что на удочку, для того, чтобы впоследствии ловить рыбу уже. И если суммировать, то сумма средств, которая была направлена в прошлом году, превысила 1 миллион рублей. В этом году у нас также заложены на эту программу средства, потому я призываю телезрителей, которые эту тему заинтересовало, обращаться в наши центры занятости и будет оказана существенная поддержка. А сейчас об инфраструктуре поддержки. Где помогут сделать первые шаги в бизнесе? Ведь это тоже очень важно. Почему-то считается, что бизнесом заниматься очень просто, для этого не нужны никакие специальные знания. Безусловно, есть ряд правил, которые необходимо соблюдать. У нас в области создано 10 центров поддержки предпринимательства, 2 инкубатора малого бизнеса. И это не только областной центр? Нет, это не только областной центр. Это и город Гомель, и Мозырь, и Речица, и Светлогорск, и Калинковичи. То есть это и Жлобин, это достаточно широкая сеть. Во всех наших центрах работают профессионалы, которые помогут и дадут первые консультации, во всяком случае, точно будут бесплатными. Это и о порядке выбора системы налогообложения, и кадровой политики, и учетной политики. Многие окажут консалтинговые, бухгалтерские услуги. Поэтому для тех, кто хочет сорендовать что-то, пожалуйста, у нас Гомельский технопарк для IT-сферы, созданы все условия. В 2019 году было поручение представителей областного исполнительного комитета о совместной растительной работе органов исполнительной власти, налоговых органов, других контролирующих органов. И вот здесь объем работ был достаточно большой проведен, когда в каждом районном центре вот эти вот рабочие группы побывали, встретились с людьми, которые задавали необходимые им вопросы. И еще об одном. Опять же, 2017 год, опять же, указ главы государства о налоговом консультировании. Сегодня получить какие-то разъяснения по ведению бизнеса можно как и у налоговой инспекции, что касается налогового законодательства. Также можно воспользоваться услугами налогового консультанта. Я знаю, что и успешные бизнесмены, несмотря на стереотипы, готовы делиться с молодежью и полезными знаниями, и даже секретами личного успеха. И примеры такие есть. Ну, конечно, человек, который достиг определенного положения в бизнесе, очень хочется передать накопленное знание. Более того, обязательно поделиться теми шишками, которые ты набил на своем пути. Поэтому у нас очень часто проводятся совместные семинары, как со школьниками, так и со студентами. Очень многие наши бизнесмены готовы прийти, оказать любую поддержку, рассказать, что получилось, как получилось. Вплоть до того, что привести к себе на производство. И, опять же, цель преследуется. Там можно выбрать себе самые умные, самые пытливые, интересующиеся кадры. АПЛОДИСМЕНТЫ Наши региональные службы заняты имеют возможность по обучению специалистов, которые в последующем собираются открыть предпринимательское дело. Большинство безработных, которые впоследствии при нашей поддержке открыли предпринимательскую деятельность, прошли эти курсы. Они, как правило, небольшие, недельные, но они помогают раскрыть глаза и ввести в понятие бизнеса и научиться ориентироваться. И финансовая, и информационная поддержка. Вообще, все чаще сегодня мы говорим о финансовой грамотности. Не просто населения, а финансовой грамотности молодежи. И справедливости ради много делается сегодня и в регионе. Ведь действительно первые толковые идеи появляются, наверное, даже в школьном возрасте. Главное их найти, удержать и помочь развиться. Безусловно, это так. Могу открыть небольшой секрет. У нас традиционно проводится чемпионат молодежи предпринимательства. Это уже будет, если я не ошибаюсь, 13-й чемпионат. Вот впервые у нас будет школьная лига. Мы уже попробовали, посмотрели, поэтому и школьники, и учащиеся в колледже, в профессионально-технических учреждениях, они будут представлять свои проекты. И я действительно была очень серьезно поражена, когда на областном этапе «100 идей для Беларуси» молодые люди представляли такие проекты, которые действительно сегодня уже готовы приносить деньги. Это не просто идея, это уже сформировавшийся бизнес, который способен на первом этапе прокормить, а потом и сделать процветающим. Итак, уважаемые гости, сегодня мы говорили и о развитии регионального рынка труда, и о развитии законодательства о труде. Я очень надеюсь, что много полезной информации получили зрители, по традиции у каждого из вас. Есть буквально по одной минуте для того, чтобы подвести черту в этом разговоре. Петр Леонидович. Те изменения, которые произошли с 1 января, они позитивные и направлены на человека. Хотелось бы, чтобы наше население знало об этих изменениях и умело ими пользовалось. Катерина Александровна, как понимаю, к разъяснительной работе, достаточно серьезной, которая предстоит, готова. Да, профсоюзы готовы к разъяснительной работе. Более того, мы еще начали эту работу на этапе уже подписания главой государства изменения в трудовой кодекс. Поэтому самое важное, считаю, это не только знать, но и правильно применять и оценивать. Поэтому здесь призываю наших телезрителей, когда возникают вопросы, не стесняться обращаться, либо к своей кадровой службе обращаться к первичной профсоюзной организации, к профсоюзным юристам, посредством различных форм, для того, чтобы получить ответы на свои вопросы. Ведь знаешь, значит, можешь использовать. В программе развития налоговых органов четко определено, что налоговые инспекции – это партнеры для добросовестных платежщиков. И будь то это субъект хозяйственный, который уплачивает громадные суммы в бюджет, будь то это ремесленник или какое-то другое физическое лицо, которое начало свой бизнес. Мы приветствуем и окажем помощь при любой возможности и когда к нам будут обращаться. В прошлом году мы очень активно объехали всю область и побеседовали практически с каждым желающим. Тоже приоткрою маленький секрет. Мы планируем в этом году сделать выездные приемные. Надеюсь, присоединятся мои коллеги с большим удовольствием. Это помогает определить именно ту болевую точку, ту проблему, которую, может быть, мы не видим. Ее надо решить, устранить, и все будет хорошо. Итак, это были наши выводы. Сделайте свои. На этом ставим точку. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова